Сюжет футболисты карьеры полностью вымышлены. Всякая сходность с реальными событиями является абсолютно случайным. Лиги чемпионов и теперь именно на нас она попалась. Если пройдем Барсу, то в марте добавится еще у нас две игры. Так у нас 1-8 Куб Канги против Тоттенхэма. Мы в кубке Карабао Кап сыграли, ну вроде как убедительно даже. Второй матч мы смогли им отыграть, но вот по серии пенальти мы проиграли и в финале они будут играть с Манчестер Сити. Потом у нас матч Ливерпуль, Норвич, Арсенал. Два матча группового этапа квалификации к чемпионату Европы, ну и матч с Брайтоном. Так что стартуем пока что с матча с Лестером. Сейчас у нас лидерство в 1 очко буквально и по бомбардирской гонке лидерство в 13 голов. 4 гола мне надо забить, чтобы повторить рекорд. Прошлогодний я его поставил. 38 мячей в чемпионате я забил за Челси. И по голевым тоже неплохо. 3 голевые мне надо еще сделать, чтобы попасть на первую строчку. По моим вообще задачам на сезон я вроде как все выполнил. Теперь надо вот оценку поддерживать и удары к голам процентовка. Итак, домашний матч. Манчестерин этот против Лестера. Ливии на стадионе. Поехали. Итак, разоминаюсь я как лучший бомбардир английской премьер-лиги. И два сезона подряд и сейчас в такой форме. В первом сезоне, в предыдущем за Челси, получил золотую бутсу английской премьер-лиги как лучшего бомбардира. И также в этом сезоне тоже очень хорошо прям себя я показываю. Так что посмотрим, посмотрим, как мы отыграем этот сезон. Но, мне кажется, проблем особых не должно быть. М.Ю. Лестер. АПЛ. Поехали. Барнс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же сейчас мы провалились, а? Силас забивает. Вомангетука какая-то. Минимальное, друзья, поражение от Лестера. Сейчас просто не везло нам никак в нападении. Замечательно. Проводим мы тренировку после матча с Лестером. Провального действительно матча. Сейчас мы даже глянем, на какой мы строчке после этого матча. Надо было, наверное, после матча с этой Барселоной посмотреть. Потому что некоторые команды могут и не играть еще в свои матчи. Но сейчас мы глянем. Так, давайте глянем. Ну и мы на второй строчке. Потеряли теперь первое место. В два очка отстаем до Ливерпуля. У нас вроде матч сегодня будет как раз с ними. Так что мы можем снова свою строчку, так сказать, вернуть. Но у нас тренировка перед матчем с Барселоной. Итак, выездная у нас игра первая. Я люблю выездные матчи первыми. Потому что можно постараться забить на выезде побольше. Ну и играем мы сегодня против Барселоны. Снова в Еврокубке. Итак, Барселона и МЮ по Асману стадионе. Поехали. Итак, разминаются игроки Барселоны. В составе МЮ, я напомню, есть вроде как Гризван. Бывший игрок Барселоны. Таких больше я, честно, вспомнить не могу. Да и против Барселоны мы играли в прошлом сезоне в составе Челси. И на групповом вроде этапе Лиги Чемпионов. И в раунде. Получается, там что-то в четверть в финале вроде. Ну а в финале мы в прошлом году обыграли в составе Челси Баварию 5-0. Мой Пента-3 к финале Лиги Чемпионов. Но в этом сезоне мы решили понизить для себя уровень, так сказать, европейского футбола. Перешли в Манчестер. Мою любимую английскую команду. И так случилось, что они играют в Лиге Европы. А у нас такого турнира еще нету в нашей коллекции. Поэтому почему бы и нет бы, мы перешли и Барселона вылетела из Лиги Чемпионов в Лигу Европы. Так что тоже интересно. Сразу же в 1-16 встречаются две такие топовые команды. Ну это пенальти. Это пенальти. Жиго еще и капитан команды здесь нарушает. Желтую карточку получает. И мое пенальти. Я, кстати, вроде как в Лиге Чемпионов забивал пенальти Барселоне. Но не в финале, кстати. В финале Лиги Чемпионов в Барселоне я не забил пенальти в составе Атлетика Мадрид. И он отбивает. И он, естественно, отбивает. Вот это мой удар. Удар. И это Дионко. 1-0. 79-ая минута. Барса выходит вперед. Просто все замечательно. Ну это пенальти. Это второе пенальти сейчас. Отлично. 85-ая минута. Я сейчас буду просто, не знаю, то ли в этот же угол бить. Но я сейчас буду менять. Наверное, все-таки низом пробью. Есть. 20-ый гол у меня с пенальти. Я забиваю ворота Барселоны. Супер. Супер, супер, супер. Первый раз мы пенальти не получили. Сейчас в этом матче забиток. Второй. Отлично. Заработали. И все-таки я забиваю. Все-таки забиваю в Барсе с пенальти. Отлично. И все, друзья. Заканчивается матч. Ничья 1-1. Для нас, скорее всего, это ничья на пользу. Потому что мы забили гостевой свой гол. И это супер. Это супер. И лучшим игроком матча является... Являюсь я. 8-3. У меня оценка. Иги мы проиграли. Лестер минимально у себя на поле. Облач на стадионе Турфмур. Поехали. Ну что ж, друзья. Сейчас мы идем на второй строчке. На два очка отстаем от первой. Ливерпуль нас обогнал. Но у нас будет в этом выпуске еще игра против них. Поэтому посмотрим, как все это, конечно, сложится. А вот это вот хороший гол. Это хороший гол за штрафной. Суперский. С дальней дистанции. Отлично. 1-0. Мы выходим вперед. И какой хороший мы второй еще гол за штрафной. Теперь уже левой ногой забиваем. И это отличный результат. Неплохо. И хорош сейчас момент. И мы забиваем хэт-трик. Хэт-трик ворота Бёрдли. Это отличный результат. Я даже, наверное, сейчас замену попрошу. Потому что мы все уже сделали. Сделали результат. Для себя очень хороший. Разгромная победа Манчестера Юната над Бёрдли. С счетом 3-0 заканчивается у нас матч. Наш хэт-трик. Вот в такой еще спортивной форме мы забираем этот мяч. За 7 ударов 3 гола у нас. Проводим мы тренировку после матча с Бёрдли. Но, мне кажется, скоро у нас уже и навесы должны вот прям прокачиваться. Но у нас сейчас последняя игра на стадии плей-офф. Именно 1-16 против Барселоны. Мы поставили рекорд по забитым мячам. Но, кстати, нас Жеральдо сможет догнать. Тоже хороший результат. 14 мячей уже на его счету. По голевым, кстати, тоже мы здесь если бы три голевые бы отдали, можем сейчас на первой строчке быть. Но у нас матч домашний. Можем даже в ничью 0-0 сыграть. И мы пройдем в 1-8. Так что здесь тоже так вот интересно будет, конечно, на все это посмотреть. Матч. Манчестер Юната от Барселоны. Ливень на стадионе. Поехали. Итак, Олд Траффорд. Ливень на стадионе. Ужасная погода. Но болельщики пришли, потому что это замечательный матч в Англии. Манчестер Юната против Барселоны. Если не ошибаюсь, дважды даже такой финал был в реальной жизни в Лиге Чемпионов. Но у нас Лига Европы 1-16. Матч на вылет. И матч в Барселоне закончится счетом 1-1. Выездной гол мы все-таки смогли забить с пенальти. Посмотрим, как сегодня мы отыграем. У нас даже устраивает нулевая ничья. И все, друзья. Нулевая ничья, как я и сказал, нам этого будет достаточно. И мы проходим Барселону. Благодаря моему тому единственному голу с пенальти на Кампноу. Мы выходим в 1-8. И выбиваем одного из главных конкурентов на победу в Лиге Европы. Изменения в расписании. Может быть, это уже, значит, известен нам соперник по Лиге Европы. Сейчас мы глянем. Да, и это Севилья, снова испанская команда. Но Севилья тоже классный соперник, мне кажется, можем пройти. Ну что же, играем мы матч дома. Кстати, в Кубке Карабао в первом полуфинале мы проиграли как раз домашний матч Тоттенхэму со счетом 2-0. Так что посмотрим, как здесь у нас все сложится. 1-8 Кубка Англии. Поехали. В последних трех матчах мы всего лишь один матч проиграли Тоттенхэму. Это был как раз домашний в Кубке Карабао. 2-0. Потом мы со счетом 2-0 обыграли Тоттенхэм на выезде в премьер-лиге. И 2-0 обыграли в Кубке Карабао в ответном матче. Но по пенальти мы все равно вылетели. И Тоттенхэм стал финалистом Кубка Карабао. Но выиграл все-таки Манчестер Сити. Так что здесь Тоттенхэм все равно трофей не получил. Но у нас домашний матч в Кубке Англии. М.Ю. Тоттенхэм. Поехали. Если будет ничья, это будет потом переигровка, дополнительный матч. Так что тоже будет интересно. Хороший момент. И не забивает. И Хаверц 1-0. Отлично. Вот с такого добивания все-таки без разницы, как мы забили. Отлично. 70-я минута. Манчестер выходит вперед в 1-8 Кубке Англии. И все, друзья. Минимальная победа. Манчестер над Тоттенхэмом. И мы проходим в четверть финал Кубка Англии. Мы ближе к треблу, чем они, мне кажется. Потому что, ну, даже не такой требл. Просто Еврокубок мы возьмем. Именно Лигу Европы. Это тоже, мне кажется, классно. Но реальный требл это все-таки там Лига Чемпионов. Поэтому мы уже в любом случае, так сказать, не возьмем. Но второсортный требл, наверное, вот так вот будет. Мы победили Тоттенхэм. Арсенал проходит Бормут. Водфорд проходит Кристал Пелос. Сон Гэмпсон проходит Шеффилд. Сити и Лидс проходят. Челси прошли Нью-Касл. Ливерпуль по пенальти лишь только смог обыграть Суонси. И Волверхэмпсон проходит Бристоль. Снова изменения у нас в расписании. Глянем. И нашим соперникам в четвертьфинале Кубка Англии в этом выпуске мы еще сыграем против Ливерпуля. Ну и вот как раз сейчас мы можем максимум это сравняться с Ливерпулем и по матчам. Хотя нет, у нас будет все равно матч в запасе. Так что если мы сегодня побеждаем Ливерпуль, у нас будет равенство очков, но у нас будет на один матч меньше. Так что в три очка мы можем лидировать, если победим два матча подряд в именно английской премьер-лиги Пасман на стадионе Энфилд. Поехали. Итак, разминаются игроки Ливерпуля. Ло Чельси, я так понимаю. Йович вроде даже травму там получил, нам писали в новостях. Ну вот Кай Хавертс, автор забитого гола в предыдущем матче против Тоттенхэма на восьмой Кубке Англии. Ну что же, Стивен Джерард, как перформанс от болельщиков Ливерпуля. Ливерпуль-Манчестер, АПЛ, поехали. Ну да, вот Кьезер на поле вместо Йовича, так же значит, травму все-таки серьезную там получил. Хорошая причем подача, и это гол, Рафинья забивает, это 1-0. Ливерпуль выходит вперед в таком прям матче за шесть очков, как говорится, первая против второй строчки играет. Но у нас там матч все равно в запасе, но проигрывать не нужно ни в коем случае. И Чонг забивает, это 1-1 перед самым перерывом. Мы могли, конечно, еще упасть там, и это было бы пенальти. Но забивает Чонг практически так же, с такого же, можно сказать, отскока для игрока. Как и в матче с Соттенхеном, Хаверт забил. Здесь вот чисто по ногам было, но Чонг прям замечательно пробил. Третий гол в премьер-лиге, мы сравниваем. Так что во втором тайме будем бороться за победу. И все-таки забивает. Забивает Ливерпуль, 85-я минута, гипс-вайт, и это 2-1. И это еще и 3-1. Ну это просто вообще невероятно. Ну что это вообще? Поплыл, естественно, Манчестер после отмененного гола Марсиале. И все, 3-1, мы проигрываем Ливерпулю. И Ливерпуль теперь, я не понимаю, что будет бороться за чемпионство там реально. У нас все так же сейчас будет отставание, получается, там сейчас на данный момент в 6 очков. Но у нас матч в запасе поэтому минимум в 3, так что месяц март только начался. Будем надеяться, что Ливерпуль еще потеряет, дай бог, свои очки. Вот, проводим тренировку. Сегодня у нас должны навесы и подкрутка прокачаться. Да, все одновременно и прокачалось. Отлично. Итак, 1-8 лиги Европы. Начинается у нас с домашнего матча. Не люблю ее домашний матч, конечно, начинать. Облачь на стадионе. Поехали. Итак, разминается Кай Хавертс. Забил, напомню, недавно совсем Тоттенхэму. Благодаря этому голу мы вышли в четвертьфинал Кубка Англии. И будем встречаться против Ливерпуля, который нас вот обыграл со счетом 3-1 в лиге. И теперь очень будет тяжело Манчестеру взять чемпионство. Так что вот такие вот у нас пока что дела. Но напоминаю для всех присутствующих, что в Манчестер мы, скорее всего, перешли только ради Лиги Европы, наверное. Поэтому этот трофей нам очень будет важен. Но все-таки другие тоже не менее важные трофеи. МЮ Сивилия. 1-8 лиги Европы. Поехали. И вот неплохой момент. И хорошая голевая на Чонга. В 8-8 сразу у меня оценка подскочила. Отлично. Забиваем мы домашний мяч. Супер. Так что перед самым перерывом за 13 секунд до конца мы выводим вперед Манчестер Юнайтед. Подаем голевую на Чонга, который забивает. И Маркиньо сделает счет 2-0. Отлично. С углового хорошая подача прошла. И мы теперь уже в противостоянии ведем с счетом 2-0 перед выездным матчем. Отлично. И все, друзья. С счетом 2-0 заканчивается у нас матч перед выездным. Отлично. Хороший счет, мне кажется. Не пропустили нам именно дома мы. Вот гостевая команда. Это вообще супер. Лучшим игроком матча является Маркиньо. 9-4 у него оценка. Ну что же. А сейчас у нас матч четвертьфинала Кубка Англии против Ливерпуля. Будет очень опасно против них на самом-то деле играть. Потому что обыграли они нас на выезде 3-1 в чемпионате. Сейчас они первая строчка АПЛ. Вот. Можем сейчас и им чемпионство, мне кажется, проиграть. Но Кубок Англии, мне кажется, мы должны взять. Ясно на стадионе Ултраффорд. Поехали. Итак, разминаются игроки Манчестера, которые шли, между прочим, на первой строчке. Мне кажется, действительно, наш получается какой уже. Мы три сезона подряд становились чемпионами стран, в которых мы играли. Мы становились в Испании, мы становились в Германии, в Англии. Три сезона подряд в топ-5 лигах мы становились чемпионами. Но вот теперь можем, конечно, потерять все это. Из-за того, что просто так, действительно, просто так мы можем это все потерять. Потому что проиграли Ливерпулю 3-1 в чемпионате. И теперь у нас серьезные проблемы. И вряд ли Ливерпулю пустит теперь свою первую строчку. Подача. Ну как это вообще проходит? Вот вы мне просто скажите, как это проходит? Александр Арнольд забивает и все замечательно. Просто супер. И вот хороший момент. Сейчас можем, конечно, сделать гол. И мы забиваем парашютиком еще. Ворота Ливерпуля 38-ая минута. Вот это хладнокровие в Кубке Англии. Мы забиваем все-таки замечательно. Супер. Не ожидал, конечно, такого Алиса, но супер. Опасный момент. И нет, ну нет, ну нет. Вот на 84-й минуте забивает Ливерпуль. Снова этот Гипс Уайт. Я попросил замену, так что сейчас будем быстро пытаться отыгрываться. Но это просто обидно. Ну как так-то, а? Мы, друзья, сейчас можем вообще просто все потерять. Если не Лига Европы и не Премьер Лига. Мы в Премьер Лиге потеряли первую строчку из-за Ливерпуля. И в Кубке Англии мы вылетаем теперь из-за Ливерпуля. Просто замечательно. А я ведь обладатель двукратного золотого мяча. И вот так вот просто ничего не могу сделать. Потому что вот такая у меня команда. Сонгемптон проходит дальше. Проходит дальше Уолверхэмптон. И проходит дальше Манчестер Сити. То есть здесь единственным нашим соперником мог быть именно Сити. Остальные просто не соперники. Здесь Уолверхэмптон еще Челси проходит. Так что все. Теперь надо именно на чемпионаты и на Лигу Европы делать акцент. Иначе просто это будет самый провальный, мне кажется, сезон мой за последний. Ну, это и так, мне кажется, самый провальный. Потому что в прошлом сезоне мы выиграли Кубок Арабао, Кубок Англии, Лигу чемпионов, чемпионат Англии. А вот здесь вот в составе Манчестера мы теперь что с двумя трофеями только можем выйти. Ну, это просто стыд какой-то. Нам приходят два сообщения. Нас берут на матчи сборной против Швейцарии и Польши. Так, Швейцария и Польши. Швейцарии и Польши. Нет у нас таких даже игроков в команде. Ну что же, у нас ответная игра против Севильи. 2-0 мы их обыграли у себя дома. Теперь на Рамон Санчес Пежуан будем играть. Ну, теперь, наверное, все-таки от обороны. Облачь на стадионе. Поехали. Итак, показывают меня сейчас как лучшего, наверное, бомбардира. Ну, на данный момент я поставил рекорд в Лиге Европы по забитым голам за один сезон. Я впервые участвую в Лиге Европы. Вот у меня со второго сезона начинает наша карьера. Сейчас вроде седьмой, восьмой. Вроде как восьмой даже сейчас сезон идет. Я постоянно играю со второго сезона в Лиге Чемпионов. Аякс, Наполин, Ювентуса. Ну, в Ювентусе, правда, не играл. Сити, Реал, Атлетика, Боруссия, Челси. Вот теперь Манчестер. Манчестер именно в Лиге Европы. И вот она стадия плей-офф. Первый матч мы выиграли с счетом 2-0. И теперь, почему бы нам бы не забить именно выездной гол, чтобы Севилья точно не смогла отыграться. Но Барселону мы главного соперника нашего выбили. Так что теперь, мне кажется, должно быть у нас все полегче. Хороший момент. И, да что вы сделали? Вы у меня голевую Чонг забрал. Зачем ты так сделал? Ладно, 3-0 выигрываем. Ну, да вы просто посмотрите. Здесь реально просто надо было Чонгу по пустым уже бить. Он взял еще и так назад на Хаверца отдал. Вот это вот обидно было. Забрали у меня голевую. И Заньола все-таки нас забивает. Отлично. 2-0 мы обыгрываем и там, и там. И дома, и на выезде. И теперь отлично. Надо 5 мячей забивать Севилья за оставшиеся тут 22 минуты. Но это нереально. Поэтому мы поздравляем всех с выходом в четверть финала Лиги Европы. И Заньола забивает дубль. Это 3-0. 5-0 в общей сумме. 6 мячей нужно забивать теперь Севилья. За 16 минут до конца. Отлично. Заньола прям отыграл. Неплохо. И Паул Лопес пропускает. Брайан забивает. Очень хорошая сейчас была атака. И вот один мяч забили. Осталось еще 5. Теперь Севилья. И все, друзья. С счетом 3-1. Во втором матче мы обыграем Севилью. 5-1 в общей сумме. Мы проходим в четверть финал Лиги Европы. Может быть, действительно сейчас еще какая-нибудь испанская команда нам попадется. Кто знает, за нее лучший игрок матча. 9-5 у него оценка. Ну, здесь вот Реал Соседат с Вилериалом играли. Так что, может быть, кто-то из них нам еще попадется. Больше так Валенсия может быть еще. Но вряд ли она Интер пройдет. Лиль проходит дальше, обыграя Франкфурт 5-0. Дальше проходит Вольсбург. Рен 4-1 прошел. Реал Соседат 6-0 прошел. Вилериал. Мы 5-1 прошли Севилью. Шальке проходит дальше Марсель. Торино проходит Болонью 3-1. Арсенал проходит Рома 4-2. И Интер проходит Валенсию 5-2. Но с нашей удачей на испанские команды, мне кажется, нам попадется Реал Соседат. Кто знает. Изменение в расписании. Значит, уже жеребьевка Лиги Европы прошла. Сейчас давайте мы дойдем до матча с Арсеналом, который идут пятыми. И глянем, что у нас сейчас в турнире на таблице. Если мы сегодня побеждаем, у нас будет 75 очков. Но мы просто так же вернемся на третью строчку. Ну и будет у нас отставание в 3 очка до Ливерпуля. И мы играем против Лиля. Тоже интересная французская команда. Я единственный раз встречался против французской команды. Это против ПСЖ. За Манчестер Сити вроде играл. Против них на стадионе 8-й. И в полуфинале за Атлетика Мадрид. Ну что, сейчас у нас выездная игра против Арсенала. Тоже интересное будет противостояние. Пасмур на стадионе. Поехали. Итак, разминаются игроки Арсенала. Готовятся к матчу. Но мы тоже готовим. Все у нас, если мы сегодня побеждаем, будет отставание всего лишь в 3 очка до Ливерпуля. Так что будем надеяться, что Ливерпуль Тоттенхемтон на второй строчке теперь уже потеряет очки. Так что мы в это будем верить. Арсенал, МЮ, АПЛ. Поехали. И все, друзья. С счетом 0-0 заканчивается матч против Арсенала. Мы теряем очередные очки. Так что, скорее всего, все. Чемпионство нам точно не видать. Теперь все силы в Лигу Европы. Мне кажется, надо вкладывать и все. По статистике мы и били больше, но как будто это кого-то интересует. Итак, теперь у нас матчи, квалификации. Опа, меня даже не берут. Ну, замечательно. Ну, давайте проиграйте еще в Швейцарии и все будет вообще супер. Ничья. Замечательно. На 89-й минуте он сравнял счет. Еще и против Швейцарии. Да, вообще супер он все сделал. Играем против сборной Польши. Если мы сегодня их выигрываем, мы попадаем на третью строчку. Так. Ну, а здесь нам больше вообще нету смысла. Если Швейцария будет играть против Бельгии. Я надеюсь, они будут играть против Бельгии. Сейчас надо глянуть. Да, мы даже если и они будут играть и проиграют, мы все равно их не достанем. Нам надо было именно сейчас вот побеждать их. Так, мы играем против Польши. Швейцария как раз против Бельгии. Ну, вряд ли сейчас Швейцария потеряет с Уэльсом очки и с Польшей. Так что... Скорее всего, мимо чемпионата Европы мы еще пролетаем. Так что вообще провальный для нас, можно сказать, сезон. Ну что ж, как я и говорил, я не буду больше играть за сборную России лично, за игрока. Буду играть только за всю команду облачным стадионем. Поехали. Итак, матч сейчас идет, наверное, за третью все-таки строчку. Потому что вряд ли мы сейчас пройдем уже эту квалификацию. Из-за того, что потеряли со Швейцарии очки. Потому что меня просто не взяли на этот матч. Очень было странное решение тренера. И сыграли в ничу. Могли и очки сейчас вообще действительно потерять. Но это решение только за тренером. Сборная России против сборной Польши. Квалификация. Поехали. И мы пропускаем. Кшишток, Пенток, восьмая минута. Просто один удар и все. Никакой злобин даже, который там на воротах стоит, не помогает. И это пенальти. Это пенальти мы зарабатываем отлично. Отлично. Забиваю. Пятнадцатая минута. 1-1. Коченков на меня. Я забиваю дубль. Двадцать первая минута. 2-1. И мы забиваем. Отлично. 3-1. Вот Беднарика залетает гол ударом Рудакова, который забивал Италии. Сейчас глянем. Да, все-таки на Рудакова записали. Отлично. 3-1. Итак, штрафной удар на восемь седьмой минуте. 25 метров до ворот. И я забиваю. Я забиваю со штрафного. Я забиваю хэд-трик ворота сборной Польши. Отлично. Еще и точно штрафных ударов мне плюс 3 добавили. Супер. Классный гол получился. Там вроде даже от передкладины залетел. Сейчас мы глянем. Вот этот гол классный на самом деле. За сборную России, кстати, я и забил свой первый штрафной. Если я ничего не путаю. Может даже тоже сборной Польши. Либо Швейцарии. Что-то такое было. Ну, отлично. Супер. Забиваем сегодня хэд-трик. Седьмой гол в квалификации. И мы пропускаем. Ковнацкий забивает. И Злобин просто не тащит ни одного удара в створ. И все. Победа 4-2 над сборной Польши. Мы забили хэд-трик. Получаем свой мяч. За 4 удара. 3 мяча мы забили. Еще и со штрафного классный гол забили. Вот. Швейцария еще и сыграла в ничью с Бельгией. Так что все. Мы точно провалили эту квалификацию. Мы не попадаем на чемпионат Европы. Прокачали дальние удары и точно штрафных ударов. Теперь у нас дальние 98 точно штрафных. 74 неплохо. Квалификацию. Ну, кстати, шансы-то еще есть. На самом деле. Если проиграет сборная Швейцарии. Либо сыграет один матч какой-нибудь свой в ничью. Будет 14 очков. И мы сможем их на самом деле догнать. Но у них матч против сборной Польши и против сборной Уэльс. Поэтому здесь они вряд ли потеряют очки. Но у нас последний на сегодня матч. Матч против Брайтона. Как видите, наше вот такое вот у нас турнирное положение сейчас. Если мы выиграем на 76 очков, мы сравниваемся с Тоттенхэмом. Но если только они проиграют. Так что это вообще мы сейчас даже можем без медалей остаться. Поэтому домашний матч. На Олд Траффорде играем против Брайтона. Поехали. Итак, замечательный стадион Олд Траффорд. Сегодня у нас последний матч в марте. Матч против Брайтона. И мы сегодня завершаем на этом выпуск. Поехали. И все, друзья. Заканчивается матч. Мы играем в ничью с Брайтоном. Так что это все. Я вообще начинаю даже подумать о том, чтобы завершить нашу карьеру за игрока. Потому что, ну вот, попали мы в такую команду, которая очень замечает в начале сезона. Но концовку она просто проваливает. Это просто ужас, а не игра команды. Сейчас от Лигы Европы будет единственным, наверное, трофеем. Наш за сезон. И золотой мяч мы вообще вряд ли получим. По бомбардирской гонке что там? Ну, хотя бы здесь нас на 12 мячей мы опережаем. Все. Сейчас у нас отставание в 7 очков до Ливерпуля. Просто невероятное какое-то разочарование у меня сейчас конкретно идет. От того, что мы были в начале на первой строчке, теперь мы вот идем на четвертой. Нас обгоняет даже Манчестер Сити. Вот. Результаты вы видите. Все на этом сказано. Здесь мы вылетели еще из Кубка Англии. Так что в Англии мы вообще вряд ли что-то выиграем в этом сезоне. Быстренько я вам для вас показываю. В четвертьфинале играет Атлетика Боруссия, Ливерпуль Милан, Сити Бавария, Байер ПСЖ. Ну, а у нас в четвертьфинале Реал Сезидат Арсенал, Вольсбург Шальке, Торино Интер, Лиль, Манчестер Юнайт. Ну, и здесь что-нибудь может еще у нас получится за сборную. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас выходят по субботам. С вами был Андрей, канал Футбол. Это Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok